Всем привет! Спасибо, что смотрите мой канал. Сегодня я буду отвечать на ваши вопросы по теме подтверждения прав Германии. Я думаю, что это будет мое последнее видео на данную тему, потому что и так я вам уже все рассказала, а если что-то не рассказала, то как раз таки расскажу сегодня. Если после этого видео у вас все-таки останутся еще какие-то вопросы, обязательно задавайте. Я постараюсь на них ответить. Единственное, что буду отвечать уже, наверное, вместе с другими вопросами и выносить ответы по данной тематике уже в отдельном видео я не буду. Итак, первый вопрос. Сколько времени дается на подтверждение прав? На подтверждение прав вам дается 6 месяцев. Это означает, что по вашим правам, с которыми вы приехали в Германию, вы можете ездить 6 месяцев. После этого ваши права являются недействительными и вам необходимо, если вы планируете продолжать ездить дальше, получить немецкие права. Поэтому, если вы не планируете ездить сразу, как приехали в Германию на машине, то я бы очень вам советовала отдать свои права и быстренько пойти учиться, для того, чтобы, когда вы сдадите практический экзамен, вы могли получить свои новые немецкие права уже сразу на руки, а не ждать еще какое-то время, пока их вам изготовят. Следующий вопрос. А русские права у вас забрали? Да, мои русские права у меня забрали. И когда я получила немецкие, обратные свои русские я уже не получила. На самом деле, проблемы в этом никакой не вижу, поскольку, если я приеду в Россию, то имею право ездить по европейским правам. Нет в этом ничего страшного. И все-таки, если мне очень сильно захочется иметь русские права еще в своем кармане, то я могу, в принципе, обратиться в ГАИ и сказать, что я утеряла свои права, подать на восстановление. Но целесообразно это или нет, я думаю, нет. Каждый для себя здесь, конечно, решается. Следующий вопрос. На каком языке сейчас подтверждают права? И еще следом мне задали вопрос. А теорию сдавали на немецком языке? Получается у вас очень хороший уровень языка. Нет. Мой немецкий очень плохой, я продолжаю это утверждать. Конечно, в какой-то мере он у меня улучшился, потому что я все-таки общалась с носителем языка, и мой инструктор не молчал, поэтому мне приходилось понимать и как-то отвечать. Я уже говорила в своих видео предыдущих, что вы можете сдать теорию, если вы подтверждаете права на русском языке, то есть вы учитесь сдать на русском языке. Если вы учитесь с нуля, то есть не подтверждаете, а просто получаете права в Германии, то тогда тоже будет на немецком языке. И теория вам будет преподаваться на немецком языке. Я же на уроки по теории не ходила, я учила билеты сама на русском языке. Общаться с инструктором вам придется на немецком, если только в автошколе, куда вы обратитесь, не будет русскоговорящего инструктора. Так. И еще я вам не рассказала такой нюанс. В видео, посвященном ценам, что и за сколько мы покупали, скажем так, я забыла сказать про то, что мы еще делали перевод моих прав. Это тоже было обязательное условие, прежде чем вообще мне дали разрешение для автошколы, что я могу приступать к экзаменам, приступать к рождению с инструктором. В перевод делается в организации под названием АДЦ, или еще ее называют АДАК, по-разному. И что нас удивило, это то, что не каждая такая организация берется перевести ваши права. Мой муж обратился в ближайшие, по-моему, две организации такие, в Хессене, поскольку мы здесь живем, и нам отказали. Тогда мой муж обратился в Готинген, это уже соседняя земля, и только там согласились, сказали, да, подъезжайте, отдавайте права, мы их переведем. За перевод, если я не ошибаюсь, мы отдали что-то около 50 евро, и наверняка многие из вас будут удивлены, а зачем вообще переводить, как вот там есть все по-латински написано. Но вот такие требования, и без этого никуда. Кстати говоря, когда мы получили перевод, а это было примерно через неделю после того, как мы отдали мои права для перевода, внизу было сделано такое заключение этой фирмы, поставлено на печать, что мои права соответствуют немецким правам категории B. Естественно, мы задали вопрос, так если мои права соответствуют правам категории B немецкие, зачем вообще-то доучиться и что-то подтверждать. На что нам ответили, что вот такие требования, почему они такие работники не знают, что вроде как АДАК всем пишет, но россиянам подтверждать обязательно. Вроде бы как тем, кто приезжает из Украины, из Казахстана, подтверждать не надо. То есть они переводят свои права и пишут такое заключение, и все, они могут получить права немецкого образца. Это меня очень удивило, я не знаю действительно ли это так, поэтому обратите внимание на данную строчку в переводе ваших прав и попробуйте получить права без уроков вождения, без экзаменов, без нервов. Если у вас это получится, или уже есть у вас такой опыт получения прав немецких, обязательно мне напишите, потому что это очень интересно. И еще я не рассказала вам о том, что когда вы подтверждаете свои права, неважно какой у вас стаж вождения в стране исхода, вам назначается пробовать сайт. Это пробовать сайт, вы не имеете права ни капельки выпить, когда садитесь за руль. По истечению этого срока можно быть немножко выпившим. Если честно, насколько я не узнавала, меня данная тема не очень интересует, потому что никогда не с вами здоровы, даже чуточку выпившим. И также все ваши нарушения, они как бы ужесточаются. То есть, если вы помните, я рассказывала, что какое-то там нарушение, когда вы решаете теорию, стоит сколько-то баллов. Так, образно говоря, ваши вот эти вот нарушения будут вам стоить дороже. Например, если бы вы могли заплатить штраф, не знаю, 100 евро за какое-то нарушение, то здесь во время пробовать сайт этого пробного времени вы заплатите, например, 150. То есть, точную сумму я тоже не узнавала, нарушать не собираюсь. Но вот такой интересный момент, что есть какой-то пробовать сайт, которым в это время за вами очень пристально, скажем так, наблюдайте всеми вашими ошибками. И так, на этом, пожалуй, все. Еще, если вам будет нужно, то пишите мне под этим видео. Я могу снять видео, в котором преподам урок немецкого для тех, кто желает подтверждать свои права и у кого немецкий на низком уровне. Я постараюсь вам рассказать основные слова, я их все себе записала, которые были у моего инструктора, во двух листочках, которые у него были с собой. Это, конечно, далеко не все, что вам нужно знать для того, чтобы понимать инструктора, но такие основные слова, как ближний свет, дальний свет, ехать, остановиться, переключить передачу, тормоз, газ, сцепление. Все это, конечно, я вам смогу рассказать. Если вы не хотите лазить и искать в интернете везде, то попробую сделать такое видео для вас, если нужно. И еще, если нужно, то я вам постараюсь показать программу. Вы уже начали задавать по ней вопросы, где скачать, как что, о которой я рассказывала в предыдущем видео, Power Teacher, с помощью которой вы можете начать готовиться к теоретическому экзамену получения прав, еще находясь в России. Если вам это все нужно, обязательно напишите, и тогда будет еще два видео на данную тему. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной, спасибо, что смотрели канал. До новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok